Санкт-Петербург И тогда это было мероприятие, чтобы было много людей, но тогда это было мероприятие, где они были взаимодействия, коллаборацию между классической музыкой и музыкой из аниме. И оно было спокойно по тону. Но это было очень интересно. А сейчас как бы по-другому? Сейчас наоборот энтузиасты аниме собрались в одном месте, слушают живые выступления и наоборот очень много энергии. Есть ли что-то особенное, что запомнилось в фестивале? Да, да. Один из них был МЦ. Я хотел бы сказать что-то наоборот, но это было очень рад. Очень радовало, что во время выступления между песнями, когда разговаривал Заван, попробовал пошутить и реакция была очень хорошая, положительная. Все посмеялись. Я очень радовала, что очень радовала. Конечно, очень хотелось бы отметить, что много людей пришло, и вот эта вот большая энергия, которая у всех есть, очень мощная такая реакция Заван, когда я выходил на сцену, например, во время танца, такой голос сразу поднялся, очень мощный, вот это очень оставило впечатление. Так, но я не знаю, что это не так. Но я уже говорил, что «Осоросия» и «Россия» – это, возможно, «Отогай, что они думают, что они другая, что они думают, что они думают, что они думают. Но это не так. Это тот второй пункт, который он упоминал во время своего выступления, про слово «Осурочия», и про то, что возможно, что в одной стране считают, что другая страна, в России считают, что Япония странная, а в Японии считают, что русские какие-то странные. Скажите, пожалуйста, вы уже много лет занимаете замечательные работы, поскольку мы знаем, что вы фотограф. Скажите, пожалуйста, заниматься косплеем, фотографией в Японии – это просто хобби или нечто большее? В первую очередь, это просто хобби, но это просто хобби, но сейчас это превращается в то, что он умеет развивать навык, в принципе, фотографии. Ну, я думаю, что это не так. В 2000 году, когда визуал-какая музыка была очень популярна музыка в стиле «Визуал-кей», но не только музыка, но и одежда. И люди из этой субкультуры собирались в районе Хараджику в Токио, на одном известном мосту. И он начал свой путь фотографа как раз вот с того, что фотографировал их. В первую очередь, когда были на 2000 году, то есть в Афганистане было очень красиво, потому что очень красиво. В то время существовал такой стиль визуальный, он назывался Seikimatsu, он связан был с концом века, то есть конец века, некий какой-то исторический переломный момент, и в частности вот эта визуалкей стилистика, она тоже оттуда растет, и вот он начал этим заниматься, он понял, что ему это нравится, что это очень красиво, и таким образом он и пришел к тому, чем он занимается сейчас. Спасибо. Ну и наконец, вопрос, который больше всего напрашивается, у вас такой яркий, замечательный образ, скажите, пожалуйста, сильно ли изменилась ваша жизнь после того, как вы стали Сэйлор Грэнпа, и как это повлияет на вашу жизнь сегодня, планируется ли какая-то смена образа? Умм, это уже длинный ответ, получается. Ну, это уже немного длинный ответ, пожалуйста. Ну, изначально он в университете занимался математикой. Сэйлор Грэнпа, и он был очень интровертным человеком, то есть с ним могли заговорить, он мог стесняться, и сам с людьми особо не заговорил, но очень интровертный человеком был. И ему самому быть таким не очень нравилось. Он думал о том, что хорошо бы было изменится. И это наложилось как раз на интерес к визуалке, на интерес к фотографии, потому что фотографировать людей неловко, если сначала у них разрешение не спросить. Для того, чтобы спросить разрешение, нужно с ними разговаривать, это как бы уже повод. И дальше оно и пошло по накатанной. А сейчас вот такой стиль одежды, он как бы привлекает внимание, то есть уже люди сами подходят, заводят разговор. И это сразу дает некие темы для разговора, и на самом деле благодаря этому, поэтому характер, можно сказать, поменялся на 180 градусов. Ага. 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 Готовон И в конце концов, последний момент, что в молодые годы, когда учился, случались темные периоды в жизни, когда все вокруг плохо, когда с друзьями не складываются отношения, дома не складываются отношения, учиться не хочется, не хочется ничем заниматься, не хочется жить. и в такие моменты спасала только музыку и вот эти два фактора и привели к желанию музыкой заниматься скажите, пожалуйста, кроме музыки, чем вы еще увлекаетесь и хотелось бы вам что-то пожелать своим фанатам и людям, которые сегодня здесь да, это то есть, 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 что называется DIY, то есть, что-нибудь постоянно мастерить, что-нибудь самому ремонтировать, собирать, изучать такие вещи вот такой вот способ А, да, да, я тоже, сегодня в этом ивенте очень много людей, санкт-петербург россиян, которые любят аниме, которые действительно любят аниме очень радовало то, как сегодня много людей собралось, людей, по которым действительно видно, что они очень любят аниме и всю эту культуру это, конечно, заставило большую радость また,あの, меня то еще не遊びたいと思いますので,よろしくお願いします и я надеюсь, что мы еще сможем встретиться с ними и приятно провести время ну, такая уж самка, Бояш-санк, большое спасибо вам за ваши ответы позвольте еще раз вас поприветствовать, желать им хорошего дня 本当に,あの, окутая, макутая, арикадогозаймашна 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 вот так что как вы делаете я и в этом сообществе это покажу интересно